Всем привет, дорогие друзья! Вот уже и пришел вечер, а это означает, что пора прыгнуть к экранам своих мониторов и посмотреть свеженький выпуск геймплана, который я для вас снял. Итак, первая игра на сегодня называется Dungeon Explorer 2. В этой игре, как и в первой части, вам необходимо будет бороздить различные подземелья в поисках выхода, при этом сражаясь с различными скелетами и другими видами нежити. Итак, давайте посмотрим. Здесь все точно так же осталось, управление присутствует в виде вот такого вот джойстика, точнее вот таких вот кнопок. Мы можем поворачиваться во все стороны, и эта игра сделана в таком вот стиле, как, наверное, раньше шутеры были на консолях типа Dendy, Sega и прочего. Но графика все-таки здесь на уровень выше, и игра сама по себе очень интересна. Итак, это вторая миссия, где я сейчас нахожусь не совсем понимаю, и давайте попробуем во что-нибудь выстрелить. Да, вот сюда нужно было выстрелить для того, чтобы поднять ворота, и мы смогли выйти дальше. Так, вокруг никого нет, это очень важно проверить, потому что здесь ходят различные вот такие вот монстры, ходят скелеты, и нам необходимо их опасаться, их необходимо побеждать. Мы можем стрелять обычными вот такими выстрелами, либо же можем стрелять более мощными выстрелами с помощью свайпов, но перезарядка происходит несколько дольше таких выстрелов. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Нажав на иконку головы, вы можете здесь смотреть, какой уровень вашего персонажа, прокачивать его мастерство, допустим, силу, ловкость, интеллект, живучесть. В общем, вот эти вот основные параметры. А дальше что у нас есть? У нас есть инвентарь, здесь мы можем менять доспехи, можно посмотреть, нажав долгим нажатием на доспех, что он означает. Так, почему-то у меня сейчас не показывает. Ну да ладно, в общем. Здесь вы можете менять оружие вот таким вот образом, которое у вас находится в руках. Я выбрал лук, потому что можно с достаточно далекого расстояния расстреливать врагов, и они вам совершенно никакого вреда не причинят. Дальше у нас есть карта. Собственно, мы находимся вот здесь вот, и нам необходимо добраться до выхода. Но чтобы открыть выход, необходимо будет еще решить парочку головоломок. Найти какие-нибудь рычаги, убить каких-нибудь здоровых вурдалаков, и только после этого мы сможем перейти на следующий уровень. Первая миссия была достаточно легкая, прошел я ее быстро, и игра меня, если честно, очень даже затянула. Вот еще один гигантский паучок, давайте его замочим, и, наверное, после всего этого перейдем к обзору следующей игры. Вот сейчас вы видели, кстати, я вам не сказал, выпадают из убитых вами противников зеленые такие штуковины. Это очки опыта. Очки опыта отображаются в желтой полоске, когда она полностью заполняется, вы получаете новый уровень. Кстати, в игре также присутствуют ловушки, в которые вам желательно не попадать, иначе у вас отнимется много жизней, что, конечно, не совсем круто. Вторая игра под названием Hard Path обладает достаточно минималистичным дизайном, и в этой игре нам необходимо будет запомнить все расположение различных препятствий, и самое главное, вот этих вот трех кубиков, и, естественно, последней точки, в которые нам необходимо добраться. Для чего нужно запомнить, сейчас вы поймете. Как только мы прикоснемся к красному кубику, все исчезает, и нам необходимо по памяти вот так вот прочертить. И после этого все снова появляется, и, как вы видите, наш красный кубик, собрав три маленьких кубика, только после этого может попасть в главный кубик, который перенесет нас на следующий уровень. Также можно собирать и вот эти вот маленькие кубики, они дают дополнительные очки, но самое главное собрать три больших. Итак, здесь помимо этого также еще присутствуют бонусы, которые будут помогать вам в прохождении данной игры, и давайте посмотрим, какие бонусы здесь есть. У нас имеется 20 очков энергии, то есть мы можем использовать ограниченное количество бонусов. Collect Coins. Этот бонус позволяет нам, словно магниту, собирать все маленькие кубики, пролетая, но совершенно не прикасаясь к ним. Следующий бонус – это Revel Case. То есть этот бонус поможет вам как-то собрать вот эти вот кубики. Вначале присутствует обучение, где все вот эти вот бонусы вам показываются и предоставляются бесплатно. Light показывает нам тени преград, то есть видя тень преграды мы сможем спокойно ее объехать. Дальше. Следующий бонус. Не совсем помню, что он нам сделает, но вот последний бонус, который стоит 5 молний, позволяет нам сколько угодно врезаться в стены и при этом не запарываться. Ну что ж, давайте пройдем еще миссию и перейдем уже к третьей игре. Так, запоминаем, попробуем в этот раз собрать как можно больше вот этих вот монеток. Угу, все, я мимо собрал, и в итоге, как вы видите, из того, что я один кубик не собрал, миссия пройденной не считается. Необходимо собрать все три, это очень важно. Наверное, все помнят достаточно популярную игру под названием Bad Roads, и теперь вышла ее ночная версия. И давайте посмотрим, чем же ночная версия отличается от дневной. Ну, естественно, понятно то, что мы будем играть ночью, и теперь мы видим дорогу только в радиусе освещения нашей фары. Мы можем также переключать свет с дальнего на ближний. Если мы будем ездить на ближнем, то это, по-моему, еще сложнее, чем ехать на дальнем. Игра стала намного сложнее, и, наверное, даже меня стало больше бесить, чем радовать. Мне больше нравилась, естественно, обычная дневная версия, но, думаю, для настоящих экстремалов и профессионалов игры Bad Roads Ночная версия придется по вкусу, и здесь-то уж вы таких рекордов точно с первого раза не поставите. Потому что игра реально стала сложнее, трассы сложнее, и, что, естественно, сложнее, это отсутствие света. И последняя игра на сегодня называется Once Button Sports. В этой игре, в соответствии с названием, управление будет осуществляться с помощью одной кнопки. Вначале вам необходимо выбрать персонажа, можно ему также приобретать шмот, прокачивать его, тренировать и так далее. В игре присутствует два вида состязаний, это теннис и водная гонка. И давайте посмотрим на каждый из них. Кстати, здесь осуществлен режим игры мультиплеер, то есть на одном устройстве вы сможете играть вдвоем. Это, конечно, плюс игры, но давайте все-таки посмотрим. Сыграем в одиночную игру, выберем, наверное, турнир, ну или дивизион, выберем вот этого персонажа. Дальше можно выбрать один из бонусов, либо же не выбирать. И теперь мы сразимся с маленьким темнокожим мальчонкой под именем Фету. И что ж, что же нас ждет? Нас ждет теннисный корт, и нам необходимо подавать. Чтобы подать, необходимо два раза нажать на эту кнопку, и тогда мы осуществим подачу. Отбивать, необходимо нажать кнопку и отпустить ее в тот момент, когда мяч будет находиться на подходящем расстоянии, в подходящей точке. И вот таким образом будет осуществляться игра. Вам необходимо, естественно, выиграть вашего соперника, и тогда вы будете мега-крутым чемпионом и получите звание Золотой Ракетки Мира. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на режим игры, в котором вам необходимо гонять на катерах. Как же этот режим будет выглядеть? Так, давай, возвращайся. Выбираем водная гонка, выбираем один. Так, выбираем что? Ну, дивизион, также нажимаем гонка один. Нажимаем ОК и отправляемся в гонку на катерах. Здесь точно так же можно играть вдвоем, просто будут присутствовать две кнопки, синяя и красная. Итак, газуем и погнали. Вам необходимо просто держать кнопку, и тогда вы будете гнать. Просто необходимо в некоторых моментах притормаживать, то есть отпускать кнопку, чтобы не врезаться. И, например, если вы вот здесь не отпустите кнопку, то вы уйдете под воду и тем самым потеряете время. Поэтому не все так просто, как бы казалось. Но хотя на самом деле все просто, потому что одна кнопка, а из одной кнопки никаких сложностей, в принципе, придумать, наверное, нельзя. Аркада, в принципе, неплохая. Радует, что можно играть вдвоем, но, в принципе, играть в эту игру достаточно скучновато. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Аксенов. Всем пока!